Продолжаем служить Шри Кришна Чайтанья-Чаритамрите с того места, где остановились. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 понять, что Господь Кришна ее вечный Господин, который освобождает ее от Майи. И здесь Шелдапрапада приводит в комментариях сразу в стихе из Бхагавадгиты 18.61, где говорится о том, что сверхдуша, Верховный Господь, бывает с целью каждого Арджуна и направляет скитание всех живых свеществ. Говорится о том, что сверхдуша находится в сердце каждого. Ишвара Сарва Бутанам в сердце каждого. Ишвара. Ишвара это Верховный контролер сверхдуша. И в образе Вясадевы Господь, который является Шактья Вешаватарой, предыдущей тихе, тоже было сказано об этом. Шелдапрапада пишет в своем образе Вясадевы, как Шактья Вяшаватара. Кришна учит всех обусловленных душ через ведийские писания. И внешне Кришна проявляется как духовный учитель, который воспитывает в обусловленной душе сознание Кришны. Здесь очень важно слово воспитывает. Очень-очень важно. потому что иногда люди духовный учитель принимают как моду или под воздействием эмоций, или сказали, ну, должен же быть духовный учитель. Вот. Иногда жена и муж тоже, и даже дети, они как бы просто должны быть, и они есть, но на самом деле функции, здесь важна функция, для чего, для чего нужен духовный учитель, или для чего нужен муж или жена, это все очень важно понять. Иногда это делается механически, иногда осознанно, и поэтому иногда под влиянием эмоций, поэтому нужно это хорошо понять, зачем нужно эти три источника, чтобы Господь через три источника действовал. Неужели не хватит одного источника? И практика показывает, что то, что говорит Господь Шичайтанима Прабу, это полностью истина, и раз Он приводит вот эту истину, что обусловленную душу учит Кришна тремя разными своими проявлениями, то есть Он учит, как сверхдуша в сердце, всегда давая наставление изнутри, Он учит, как внешне представитель сверхдуши духовного учителя, и Он учит через священные писания, ведийские писания. Ну, мы знаем, что есть разные обстоятельства, кому-то нужно все три источника сразу, кому-то нужно еще понять, что вот у него нет вообще возможности принимать духовного учителя, даже видеть его, есть ситуации, когда духовный учитель очень долго может не появляться, очень может находиться далеко. Поэтому есть ситуации, что даже книг нету, чтобы человек через великие писания обучался, но сверхдуша всегда в сердце есть. Поэтому всегда мы должны помнить, что сверхдуша, оно всегда искреннюю ищущую Бога человека обучает через сердце. Иногда сверхдуша посылает человека по церквям, по мечетям искать Бога, иногда по святым, иногда по своим друзьям. Везде водит сверхдуша, говорит, иди туда, иди сюда, обучайся здесь, обучайся там, поклоняйся в этом храме, смотри на это все. То есть сверхдуша дает указания, которые обусловлены душам, может не понять и не знать даже об этом, просто он иногда говорит, ну, что-то я захотел так, или захотел это, или что-то как-то из сердца я почувствовал так и сделал так. Вот это то, что захотел или из сердца почувствовал это, может сделать сверхдуша, вдохновить душу, обусловленную идти по тому пути, которое наилучшее для него. Поэтому практичность, наш принцип, когда говорит Шилахра падает, относится вот к этой ситуации, в том числе, что Господь действует всегда супер практично, раз он решил, что иногда удобно кому-то через ведийские писания получать знания о Кришне, иногда удобно через воспитание гуру понять. гуру на самом деле, когда воспитывает ученика, он всегда следует священным писаниям. Воспитание означает, что очень легкий пример можно превратить, что, например, мне нельзя мороженое, и гуру говорит, тебе нельзя мороженое, но тебе полезно, например, есть суп из Маша. И поэтому для твоего здоровья ты должен есть суп из Маша и отбросить мороженое, потому что мороженое вредно для тебя. И вот, если ученик послушный, он будет есть суп из Маша и скажет, что мой гуру сказал, что мне вредно мороженое, не будет есть мороженое. А если ученик непослушный, причина не важна, важно, факт, потому что могут быть разные причины непослушания. Основная причина, что ему нравится очень это мороженое, поэтому он не хочет отказаться от мороженого, но могут другие причины тоже быть. Но факт фактом, что воспитание означает начинать, приучать себя, подчиняться наставлениям духовного учителя, а не своим чувствам или уму-разуму. Это есть воспитание ученикам, потому что некоторые вещи духовный учитель может объяснять и может быть понятно, а некоторые вещи, даже если объяснит, может быть мне непонятно. Если даже что-то непонятно, я должен следовать, если я доверяю духовному учителю, что он мне говорит ради моего блага, я должен следовать. Другой вопрос, если не доверяю, что духовный учитель, я думаю, не говорит ради моего блага, тогда я могу и не следовать. Это другой вопрос. Но если Если я чувствую, что духовный учитель говорит для моего блага и объясняет даже, почему он говорит для моего блага, на какой основе, не просто тупо приказ дает или как-то вот слепо он говорит следую и ничего не объясняет, тогда ученик имеет право вопрошать и выяснить, почему он должен делать так, а не по-другому. Поэтому воспитание это процесс добровольный, но это еще имеет место, что иногда нужно применить решительный характер, чтобы если ученик для своего блага не хочет что-то делать, как больной, например, не хочет лечиться, но очевидно, что если он примет лекарство, вылечится, тогда нужно применить какое-то давление, потому что иногда ребенок тоже засовывает палец в электрические сети, может ток просто ударить, и человек может потерять жизнь. Поэтому иногда ребенок не понимает, куда слет свой палец в огонь или в электрический сети, родитель должен прыгнуть и дать по руке и спасать ребенка. Иногда это больно, потому что когда что-то, как маленькому ребенку, когда он плачет, когда игрушку отбираешь, и иногда больно, когда я что-то привык, есть мороженое привык, и от меня отбирают, потому что это мне вредно. И я могу некоторое время по инерции не захотеть так жить, потому что это мне трудно привыкать. Но если я решительно настроен лечиться от болезни, которая называется прамада сумасшествием. Прамада значит сумасшествием. То есть для обусловленной души, например, я когда с ума схожу, что со мной случается? С ума сходить означает прамада, значит сумасшествием. И обусловленная душа, в шастах говорится, что она, кальюгу особенно, очень мандосу, мандаматайо, очень-очень неудачливая. Здорные люди сейчас, ленивые, лицемерные, нечистые в привычках. Им не любят подчиняться законам Бога. И еще могут быть чадные, могут быть в гневе, вожделение, могут иметь другие неблагоприятные качества. Поэтому очень сложно обучать такого человека. Но если человек хочет свои вредные привычки бросить, он должен воспитываться вашими гуру. Гуашем гуру, значит, мы подотчетные гуру, мы должны жить так, чтобы гуру видел нас, жить с ним вашими. И гуру почему должен видеть нас? Он должен исполнить свою обязанность гуру, то есть он должен поправить нас, если мы идем не так. Если он не видит нас, как он должен поправлять нас? Он не сможет ничего сделать. Поэтому внешний гуру, как говорит Шила Прабхапада, он может дать тебе по руке и сказать, что это нельзя, а это можно. А вот когда человека нету отношения с гуру, ему выгодно так быть непослушным. Поэтому иногда некоторые люди говорят, я просто возьму книгу, прочитаю, достигну духовной самореализации, нет проблем, так тоже можно. Иногда некоторые говорят, я в сердце ощущаю любовь к Богу, и мне не нужен посредник, не нужен гуру, не нужно общество, никто не нужен. Просто стою перед божествами и говорю, я люблю тебя, Кришна, я люблю тебя. И все, я ощущаю его любовь ко мне, и я энергетически свою любовь посылаю к Кришне, и мы общаемся. Зачем нужен гуру, посредник или вообще священное писание, которое написали индусы, так и говорят. И поэтому спекуляции не сосчитать, сколько можно иметь спекуляций на этот счет. Поэтому Господь с всех сторон опекает душу, садху, шастра, гуру, сверхдуша, сердце. Они все действуют одинаково, сострадательно, ради блага обусловленной души. Поэтому искренний ученик никогда не скажет, что мне нужна книга, не нужен гуру. Он или не скажет, мне нужен гуру, но не нужна ведическая шастра. Или он никогда не скажет, что мне не нужно еще слушать свое сердце, сверхдушу, которая безошибочный гуру, вечный гуру. То есть искренний, серьезный ученик примет все проявления помощи. Вот в этом стихе, да? Примет и осознавшего себя духовного учителя, и ведические писания, и сверхдуши. Вот. И так можно обрести, в стихе говорится, истинное знание о своем обусловленном состоянии, о том, как достичь освобождения. То есть нам нужно знать все это знание. Дальше Господь Шичай Танима Прабху Вари. Веда Шаста Каэ Самбанда Апидея Юджан. Прапья Самбанда Бхакти Праптия Садхана. Ведийские писания повествуют о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной, которые называются Самбандхой. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и действует в соответствии с ними, это носит название Апидеи. А высшая цель жизни, возвращение домой Богу, именуется Прайоджаной. Очень важный стих тоже. Нет комментариев Широпраупаны. Вот эти три фактически пути, которые ведийские писания дают, Господь Шичай Танима Прабху приводит здесь. То есть Самбанда означает изначальное знание наших взаимоотношений с Кришной. И когда мы понимаем эти взаимоотношения и начинаем действовать в соответствии именно с этими взаимоотношениями, они по прихоти, это носит название Апидеи. И когда мы достигаем высшей цели жизни, то есть Прайоджаной, это означает, что Прайоджана. Высшая цель жизни Прайоджаной и есть возвращение домой к Богу. То есть если человек достигает Прайоджаной, он уже с Богом. Уже с Богом. Повторяет чисто святое имя, достигает према Бхакти и уже с Богом. И поэтому кроме этих трех разделов, ничего Бхакти Шаства или Шаства и Священное Писание о Бхакти, о предном служении, о путтам Бхакти, чистом предном служении, ничего не дают. И Господь Шичайтанима Прайоджаной, три раздела – Самбанда, Абидея, Прайоджана. И очень важно, чтобы мы были под руководством, потому что правильно, чтобы понять Самбанду, нужно слушать Гуру, истинного Гуру. Чтобы правильно практиковать эту Самбанду в Абиде, то есть в практике, правильно применять то, что мы услышали от Гуру, мы должны тоже иметь уголосство, потому что может человек услышать, но правильно не действовать. И чтобы достичь высшей цели, тоже нужен Гуру, потому что здесь тоже своя наука, свои тонкости, развитие, проявление в сердце расы, скажите, не развитие, развитие не подходит, а проявление, проявление или пробуждение в нашем сердце расы, наших вечных отношений с Кришной, тоже требует иметь Гуру, потому что на каждом уровне у человека должен быть Гуру. И даже в духовном мире у нас есть Гуру. И этот Гуру тот, который очень нас любит, и мы его очень любим, или ее, да, смотря какая у нас раса. Поэтому вот это все очень научно. Дальше Господь Шичайтанья Магапрабу начинает развенчивать эту тему. Преданное служение или использование органов чувств для удовлетворения Господа называется апидеи, потому что позволяет живому существу развить дремлющую в нем любовь к Богу. А в этом и состоит цель жизни. Это цель – высшее благо и величайшее богатство, которое могут обрести живые существа. Так душа возвышается до трансцендентного любовного служения Господу. Комментарий Швабраупады. Обусловленная душа введена в заблуждение внешней материальной энергии, которая побуждает ее всеми способами удовлетворять свои чувства. Из-за того, что душа занята материальной деятельностью, изначально присущей ей сознание, Кришны скрыто. Однако, как Верховный Отец всех живых существ, Кришна хочет, чтобы его дети вернулись домой, к Богу. Поэтому он сам приходит, чтобы дать нам введительские писания, такие как Бхагавад-гита. Он посылает своих доверенных слуг и тех, кто выступает в качестве духовных учителей, просвещает обусловленных живых существ. Находясь в сердце каждого, Господь становится голосом совести живого существа, который помогает ему принять веды и духовного учителя. То есть голос совести в сердце – это проявление параматмы у нас. Так живое существо получает возможность понять собственную изначальную природу и свои отношения с Верховным Господом. Как сам Господь провозглашает Бхагавад-гития 15.15, возведащая сальвай агамы вавитя, изучая веданту, каждый может полностью осознать свое взаимоотношение с Верховным Господом. Действуя в соответствии с этим пониманием, человек в конечном счете возвысится до любовного служения к Господу. Понять Верховного Господа в интересах живого существа. В несчастье живое существо забыли, что это для них очень важно, и потому Шимад Бхагаватам сказано «Натэ виду сварта гатим и вишну» Бхагаватам 7.5.31. «Каждый стремится достичь высшей цели жизненного, будучи погружены в материальную энергию. Мы попусту растрачиваем время на чувственное удовольствие. Изучая ведические писания, квинтэссенция которых является Бхагавад-гита, можно прийти к сознанию Кришны». Так начинается преднаслужение, называемое апидеей. Когда же душа действительно обретает любовь к Богу, она достигает высшей цели – прайоджаны. Иными словами, тот, кто полностью развил себе сознание Кришны, достиг совершенства жизни. Вот, фактически вот эта апидея – это действие всеми своими органами чувств ради удовлетворения Господа. Совершаем действие в преднам служении, например, поем киртан или служим божествам. или читаем виски Писания, или выходим распространять книги, или готовим просад. Мы все свои чувства, действующие и познающие чувства, включаем, концентрируем, чтобы все чувства, ум, чувства, тела служили Господу. И тогда вот эта деятельность, когда преданное служение мы совершаем всеми своими чувствами, именно ради удовлетворения Господа, как здесь говорится, именуется апидеей. И оно дает живому существу что? Оно дает возможность дремлющую в нем любовь к Богу пробудить. Это очень важно. Вот когда дремлющая любовь к Богу пробуждается. И это фактически называется вот это высшее благо, высшее благо для живого сустава. Прямо такое состояние. Величайшее бхагатство Махадхана. Красивый очень стих. Абидея намабхакты према прайоджана Пурушаши Широмани према Махадхана. Есть преданное, кого зовут према прайоджана. И фактически Шила Прапада в комментариях объяснил, что Господь находится в сердце, 15-15 бхагавадгита, и Он дает память, знание, забвение. И без сверхдуши в сердце никто не может обрести память и знание о Кришне. Знание о Кришне, память о Кришне дает Верховная Личность Бога из сердца. И когда мы хотим забыть о Господе и погружаться в пучину чувственных наслаждений, тоже Господь нам дает из сердца в виде нашего плачевного состояния забывчивость. Чтобы мы забыли, кто мы, что мы, просто были обвинены и занимались чувственными удовольствиями. Поэтому и память дает Господь, и забвение дает Господь. А почему Он кому-то дает память о себе, а кому-то забвение? только по одной причине. Не по пристрастности у Господа. Нету пристрастности. Он всех детей своих любит одинаково. Просто одно живое ствол, один ребенок хочет этого, хочет Бога, хочет полюбить Его, хочет познать Господа, он помогает Ему. А другой не хочет, просто не хочет. И Господь помогает тоже Ему, но помогает забыть о себе, потому что Господь хочет исполнить желание живого существа добровольного, добровольное желание, которое приводит к совершенству. Вот насильственные заставляющие желания Кришны стараются так не делать, потому что это не Его характер. Он всегда очень мягок и очень добр. Но бывают случаи, когда милость нужно давать мощным образом иногда, и Господь устраивает такие лилы, игры, что своего близкого предного он может просто перед тем, как спасти, он может как бы устроить для него испытания, разные испытания, бурные испытания. И мы видим у Билбомангал и Хакура были такие испытания удивительные, да? И настолько удивительно, что эта история просто уникальная история, как он выколол свои глаза, которые мешали ему, как он смотрел на девушку, красивую женщину, он ощущал это вожделение и он понял, что нужно просто не смотреть, а поскольку спонтанно его глаза смотрели и потом его чувства, ум, разум через глаза его вели, вели в приближение к этому противоположному полу, он просто решил свои глаза булавкой выколоть и он это сделал. Это очень большая решимость. Но в нашем случае Шива Брабхана рекомендует просто стараться контролировать свои чувства и не смотреть на те формы, которые нас возбуждают. Не смотреть, не говорить, не думать, не размышлять. Потому что если мы думаем, говорим, размышляем об объектах чувств, мы тогда фактически что с нами случается, мы привязываемся очень быстро. У нас пойдет воспоминание, отпечаток. Например, я на себе заметил, что если я смотрю какой-то фильм или какой-то концерт или что-то, даже новости перед сном особенно, если я чуть больше это делаю, чем надо, я чувствую влияние, влияние в чем? Влияние в том, что оно дает отпечаток на моей памяти. И этот отпечаток в уме это плохой отпечаток, если не связано с сознанием Кришны, потому что как только я буду вспоминать материальные образы, материальные звуки, слышать и вспоминать материальные мысли, материальные отношения, сразу у меня всплывает то, что я хочу фактически общаться именно с этими объектами, которые в моем уме уже отпечаток имеют, потому что это спонтанное состояние, в материальном мире не надо заставлять себя грешить или быть привязанным к чему-то, что не надо, просто спонтанно, просто отпускай, они сами глаза пойдут и ты пойдешь за ним, сами чувства, нюха, осознание, все спонтанно происходит, поэтому здесь контролировать, если мы хотим в материальном мире что-то контролировать, не нужно ничего, нужно просто направить внимание, и когда мы направляем внимание на объект, любой объект, у нас происходит реакция, если этот объект удовлетворяет нас, реакция бывает ITCH, то есть у меня проявляется желание обладать этим объектом, то есть поесть это, потрогать и так далее, понюхать, то есть что-то вкусное я нюхаю, что-то для языка полезное, для желудка я ем, что-то для других чувств я обнимаю или трогаю или глажу и так далее, некоторые гладят собак, котенка, некоторые друг друга гладят и так далее, ребенка целуют и так далее, некоторые тигров гладит. И это все фактически означает, что есть два выбора. А другой выбор, если я хочу свои чувства и ум направить на духовные объекты, я начинаю общаться с духовными объектами. То есть процесс так происходит. Я начинаю думать о духовных объектах, о Кришне, Его преданных, я начинаю слушать о них, я начинаю говорить о них, я начинаю поклоняться им, я начинаю служить им. И тогда у меня в уме какие отпечатки? Духовные, санскары или отпечатки. То есть я, если слушаю достаточно голос чистого Вайшнава, если слушаю достаточно киртан, баджан и пою, если поклоняюсь Божествам, смотрю на них, если принимаю только просад, смотрю на просад, готовлю, нюхаю, ем. Это все очищает мои чувства и занимает медитацией на духовные объекты. Поэтому вот этот путь привязанности, ичи, и двеши, если что-то мне не нравится, я просто отвердаю. Двеша. Двеша значит ненависть. Что-то меня не удовлетворяет, каким-то образом не удовлетворяет. Кто-то или что-то, я не хочу общаться, я не хочу думать, говорить об этом объекте, и я отбрасываю. Это значит двеша, ненависть. А ичи значит привязанность или желание обладать чувствами. Этим объектом своими чувствами просто поймать. И поэтому вот эта ичи, двеша, мучая живость, что и человек не может любовным служением заниматься Господу. И чтобы это случилось, человек должен, если он хочет достичь высшей цели, он должен в первую очередь направить свой ум и чувства на духовные объекты и начинать служить и общаться с ними. «Каждый стремится достичь высшей цели жизни», пишет Шила Прабхата в конце комментариях, «но будучи погружены в материальную энергию, мы попустую растрачиваем время на чувственное удовольствие». И когда мы изучаем великие писания, квиттэссенции которых являются Бхагавадгита, можно прийти к сознанию Кришны. И так начинается преднослужение, называемое апидей. То есть когда мы уже узнали, что мы должны делать, как мы должны любовно служить Кришне, а не своим чувствам, мы начинаем процесс апидеи. И когда душа действительно обретает любовь к Богу, она достигает высшей цели, прайоджины. Иными словами, тот, кто полностью развил себя в сознании Кришны, достиг совершенства жизни. Дальше, что говорит Господь Шичайтанья Магапрабху? Очень нектарные слова. Дальше мы прочитаем в следующий раз, скорее всего завтра, дорогие прайоджины. Могу еще сказать, что вот этот процесс, когда мы апидею практикуем, мы должны ставить цель достижения прайоджины. Цель очень важна. Потому что бесцельно мы не можем большие усилия делать. Мы должны иметь цель. Например, если у меня лошадь хорошая, и я вижу, что лошадь без воды погибнет, и я где-то нахожусь в лесу, я ищу водоемы, когда я нашел водоем, или место, где течет горная вода, ручеек, я должен лошадку привезти и в воде, и побуждать, чтобы она пила эту воду. Но если я привожу лошадку к воде, и лошадка не пьет, тогда по глупости не пьет добровольно, тогда ему будет плохо, тогда затрудняется процесс. Поэтому, если я хочу чего-то достичь, нужно обязательно развить характер себя, характер ученика. Это означает самоконтроль, самодисциплина и целеустремленность. Человек должен быть в бхакти-йоге очень самодисциплинированным, самоконтролируемым человеком и очень целеустремленным. Цель определяет наши усилия. Поэтому, если мы практикуем бхакти уже реально, используя свои чувства, мы должны знать, к чему мы должны прийти. Мы механистки не должны практиковать. Мы должны знать сегодня, чего я хочу достичь, завтра, послезавтра, через месяц, через год. У нас должен быть план действия и достижение цели в бхакти-йоге тоже. Это супернаучный процесс, поэтому здесь Ашила Прабхата нас учит, что мы должны изучать тщательно его книги. Это высочайшая наука бхакти, и шаг за шагом применить эти книги в нашей жизни, чтобы очищать наше сердце. Если мы серьезно и искренне, мы будем шаг за шагом очищаться и идти вперед. Это наше спасение — быть искренним. Кто искренне, он всегда найдет, потому что через сердце, сверхдуша, будучи находящимся в сердце, каждого живого существа ощущает эту искренность и дает искренне душе, дает возможность совершенствоваться в духовной жизни. Никогда не было и не будет так, что если человек искренний, чтобы он не прогрессировал. Искренность — это залог успеха. А как достичь искренности, общаясь с другими искренними? Общаясь и служа искренним преданным, которые стремятся все-таки очиститься, достичь совершенства, мы можем заражаться их качествами и стать тоже искренним. Общение очень влияет на развитие искренности.